Дорогие зрители, это последнее видео на моем канале, которое выходит в рамках тематики минимализм. Создан другой канал, куда я буду выкладывать подобные видео. Он называется «Минимализм как стиль жизни». Новые видео о минимализме будут выходить именно там. Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, я многих звала с собой на гречневый марафон, и многие вместе со мной его проходили, и многие довольны результатом. Я звала многих своих зрительниц на марафон неземной красоты, и тоже многие почерпнули для себя что-то полезное, что-то хорошее. Также я часто организую что-то, и куда-то всех зову своих зрительниц. И сегодня я хочу стартовать, точнее дать старт марафону добрых дел. На самом деле, подобные видео я очень люблю записывать, но редко предоставляется на самом деле такая возможность, потому что я в одном из своих видео рассказала, что я верю в знаки. Для меня знаки — это прежде всего те ситуации, когда ты можешь кому-то помочь, когда ты можешь с кем-то чем-то поделиться. И могу сказать, что поделиться тем, что нам не нужно, самим не нужно, перестало нас радовать, и я думаю, что многие минималисты меня поймут, это очень-очень легко. Гораздо сложнее оказаться в ситуации, когда тебе нечем поделиться. То есть, точнее, вещи вокруг тебя есть, и то, что ты можешь отдать, есть, но тебе это все нравится, тебе все это дорого. Возможно, когда ты это будешь использовать, возможно, когда ты это будешь носить, а возможно, вообще просто в хозяйстве сгодится. Вот именно в такой ситуации, на самом деле, делиться очень-очень сложно. Я надеюсь, что это видео будет действительно мотивирующим для многих, потому что, на самом деле, я считаю, что когда нам предоставляется случай кому-то помочь, это очень-очень важно сделать, прежде всего для себя самих, потому что потом мы будем себя чувствовать совершенно иначе. Я верю в законы Вселенной, которые потом работают в отношении нас. Действительно, ты отдаешь одно, возвращается тебе троекратно. И что хочу сказать, в этой связи я хочу процитировать одну фразу, точнее, одну фразу, фраза из Евангелия, если я не ошибаюсь, авторство ее присутствует, приписывается Иисусу, и эту фразу я прочитала, когда Егорку маленького еще отводила в сад, я тогда только-только начинала читать на итальянском языке, я много раз рассказывала, что все мои дети посещают католический сад, и фраза была очень простой. Иисус сказал, что вся та обувь, которая имеется у богатого человека в излиществе, это та обувь, которую мог бы носить какой-нибудь бедный человек, нуждающийся человек. Я так корявенько перевела, но смысл был в том, что да, действительно, мы носим только одну пару обуви, у нас, к счастью, только одна пара ног, а все остальное очень часто лежит. И действительно, вот все остальное – это то, в чем очень и очень кто-то рядом с нами может нуждаться. Итак, я заговорила также о знаках. Многие следили за историей, за видео, которое я в итоге удалила, я думаю, для многих по понятным причинам. Я столкнулась на самом деле ни с чем иным, как с кибербуллингом. И сегодня я отводила Данечку в сад, и я встретила девушку темнокожую. Я, на самом деле, ее уже несколько раз видела, и когда я ее встречала, она была всегда очень странно одета. И вообще у нее очень-очень темная кожа, вот бывает темнокожая и темнокожая, а бывает вот прям-таки черная кожа практически. Она очень обращает на себя внимание, и первый раз она на нее обратила внимание, она была очень странно одета. Она была вот примерно в такой одежде, в которой я сижу, я не специально в домашней одежде записываю это видео, сейчас объясню, почему. Так вот, когда я первый раз ее увидела, она была в костюме зайца. При этом это, знаете, такой карнавальный костюм, он из такой флисовой ткани сделан, как комбинезон надевается. Я думаю, многие себе представляют, что это такое. И я так удивилась, думаю, надо же, она в пижаме. Очень часто эти костюмы используются потом как пижама, либо как домашняя одежда. Я подумала, надо же, она, видимо, очень опаздывала и выбежала вот в такой пижаме, так странно она одета. Вот такая была моя первая мысль. Потом я встретила ее еще раз и подумала, наверное, она ребенка в сад отводит. У нас дорогой сад, вообще в Италии дорогие сады. И вот моя мысль, когда я ее еще раз, второй раз увидела, я подумала, надо же, такой дорогой сад, ей удалось устроить ребенка. Скорее всего, сад частично оплачивает расходы, либо вообще ребенок ходит бесплатно. Подумала я, как хорошо, что кто-то кому-то помогает. Вот такие были мои мысли. Сегодня я ее встречаю с самого утра. У нас сегодня было плюс пять, но был дождь, был туман, было очень слякотно и очень неприятно, потому что это влажность, она проникает в тебя прямо под одежду. И мы выходим с Данечкой из машины, я снова встречаю ее без ребенка, то есть ребенка она уже отвела. И мне бросается в глаза, что она идет в достаточно легком каком-то платье. Сверху надета какая-то куртка очень легкая, и у меня вообще было ощущение, что она идет в носках. Я на нее посмотрела, и моя опять же первая мысль была, боже, как она странно одета, не холодно ли ей. Вот пока мы с Данечкой идем от калитки до сады, это, наверное, меньше минуты ходьбы, меня осеняет, что, наверное, этому человеку нечего надеть, у нее нет одежды, скорее всего. Именно поэтому она в холодную погоду вот так странно одета. Возможно, этот костюм Заяца она постирала, и больше надеть ей было нечего. Она вышла с голыми ногами, то есть ноги выше колена были абсолютно не покрыты одеждой. Я отвожу Данечку, и я много раз рассказывала, что наш сад, куда ходит теперь Данечка, куда ходил Габрюшечка, это тоже католический сад, и подхожу к сестре Эйди Стучуське в кабинет, и говорю, сестра Эйди, можно я спрошу вас, говорю, вот я прям не знаю, как мне поступить в этой ситуации. Смотри, Эйди мне показывает, сестра Эйди мне показывает на табличку, она потеряла голос, поэтому диалога у меня с ней не состоялась, а мне очень было бы интересно и вам рассказать об этой девушке, и я думаю, что это видео будет иметь продолжение. Так вот, я говорю, вы знаете, я встретила девушку, темнокожую, она отводит сюда ребенка, и Сор Эйди мне кивает головой, она понимает, о ком я говорю. Я говорю, вы знаете, на самом деле мне неловко спрашивать, я не знаю, как более деликатно в этой ситуации поступить, я говорю, может быть такое, что она нуждается в одежде, потому что она была раздета, говорю. И Сор Эйди мне кивает головой, да, да, говорит, она нуждается, и начинает писать мне на бумажке. По всей видимости, из какой-то миссии ее ждали в сентябре, она приехала буквально недавно. И, соответственно, да, и ребенок, и она нуждаются в одежде. Я сказала, Сор Эйди, как вы считаете, если я соберу для нее одежду свою, говорю, у нас одинаковый размер, принесу вам пакет, вы сможете отдать, говорю, или мне лучше это сделать самой, говорю, я просто не хочу ее обидеть, объясняю я. И Сор Эйди мне говорит, да, да, конечно, точнее она не говорит, она снова мне пишет на бумажке. И вот таким образом произошла сегодняшняя моя встреча. Итак, я начала опять же с того, что я сижу в домашней одежде. Вот такую одежду, на самом деле, отдавать, конечно, кому-то стыдно. Но очень часто бывает так, что вот одежду, которую ты другому не отдашь, потому что стыдно, ну, заношенная, она где-то закатанная, сам ты в ней ходишь. Я, на самом деле, вот люблю какую-то одежду до нашего, на самом деле, до дырок. И вот этот пример такой одежды, когда сам не отдашь, точнее, ну, да, сам носишь, а другому не отдашь. И я постаралась собрать действительно хорошие вещи, и могу сказать, что да, это сложно сделать, потому что очень легко избавиться от того, что не нужно ни тебе, ни твоим детям. Гораздо сложнее поделиться тем, что ты есть. И могу сказать с гордостью, что в моей жизни это уже третья ситуация, когда вот так вот экспромтом возникает в моей жизни человек, с которым можно и нужно поделиться. И сейчас я вам покажу вам вещи. Не все, конечно, потому что их очень-очень много. Сегодня уже я отнесу пакет, а часть вещей я просто постираю и отнесу через какое-то время. Но решила не медлить, потому что, на самом деле, мне кажется, этот человек просто замерзает, и ему холодно. И вот такая эстафета. Предлагаю вам тоже найти, увидеть человека, который наверняка в чем-то нуждается, соответственно, помочь ему. Итак, первая вещь – это пуховик. Вы никогда меня в этом пуховике, наверное, не видели, а может быть видели в прошлом году где-то я вот была в нем. Это хороший пуховик. Он даже двухсторонний. Пух не синтетика. Все прекрасно, но сама, что называется, не ношу. Я его постирала, он лежал, лежал. У меня в этом году ни разу не надела, потому что мне удобнее в пальто, мне теплее в пальто. И на самом деле собрать вещи для этой девушки очень сложно мне было, потому что ей нужны так называемые casual вещи, потому что, ну, не нужны ей платья, совершенно очевидно. Я также отдам ей свои брюки J-бренд. Я уже эти брюки упоминала. Я купила такие брюки в количестве трех штук. Почему? Цена была хорошая. Я не очень-то следила, что я там покупаю. Есть скидочка. Берем. Их три пары у меня. Соответственно, вот одну пару я отдам. У меня также нашлись брюки J-бренд в бежевом цвете, в двух комплектах. Абсолютно идентичные брюки. К счастью, мы с ней одного размера, поэтому все ей будет ни велико, ни мало. Соответственно, я надеюсь, что это брюки, которые ее, ну, если уж не будут греть, то не позволят ей замерзнуть. Часть вещей. Часть вещей – это летние вещи, которые я привезла с моря. Это какие-то блузки. И тоже надеюсь, что ей все это будет к месту. Также нашла спортивные треники. Треники с начесом я очень люблю. Прямо-таки новые, постиранные. Поэтому отнесу уже сегодня. И могу сказать, что это, конечно же, то, что наверняка ей понадобится и будет нужным. И жалко расставаться с трениками, с начесом. Честно вам скажу. Что еще здесь у меня есть? Здесь у меня есть свитер, который нужно постирать. И в этом свитере вы меня много раз видели. Этот свитер, возможно, бы попал в коллекцию доносить и выбросить. То есть я бы его еще раз поносила. Здесь пятно, я поэтому буду стирать. Но вообще нужно стирать все свои вещи, когда ты их отдаешь. Он в хорошем состоянии. Я бы еще его поносила. Но поскольку человек, на мой взгляд, замерзает, ему холодно, я этот свитер отдам и буду тому рада. И там еще лежит у меня несколько свитеров более светлого оттенка. Соответственно, я тоже их отдам. Нашла несколько фельд, несколько толстовок. Но нашла также, благодаря своему мужу, большое ему спасибо, позволит мне быть хорошим человеком. Вот такую ненужную кухонную утварь. Это различные детские приборы, которыми мои дети не хотят уже есть. Они считают себя большими. А мальчику, кстати, там мальчик, ему 4 года, 3-4. То есть, видимо, будет скоро 4, даже как Данечки. Нашла пластиковый стакан и нашла какие-то маленькие кастрюльки, которые нам уже за ненадобностью. Мы большая семья, поэтому нам все нужно большое. Все это я ей отдам. Отдам также постельное белье. И отдам также большое количество полотенец. Подумала, что это может быть нужно. А там также часть того риса, который мы покупаем по суперхорошей скидке, с запасом, конечно же. Потому что я подумала, что на самом деле, когда ты мама маленького ребенка, на самом деле, это очень-очень тяжело, когда тебе нужно решать, что купить. Еду для своего ребенка, ботинки новые своему ребенку. Кстати, спущусь в гараж. Перед тем, как повезу Данечку, найду наверняка какую-то обувь. У ребенка нога больше, чем у Данечки. Почти как у Гаврюшечки. Думаю, что одну пару точно смогу найти. И отвезу также несколько упаковок печенья. Единственное, что печенье и вафли. Вафли, которые очень многие раскритиковали, у нас дома закончились. Хочу сегодня чуть-чуть раньше выехать. Соответственно, купить ребенку каких-то вкусностей, которые, в общем-то, едят мои дети. Ничего особенного я покупать не буду, что дала бы своим детям. То, в общем-то, положу в пакет. Запакую все это в большой пакет. Возможно, даже вам покажу, как я все это в багажник буду паковать и сюда вставлю. А, возможно, нет, потому что буду торопиться. Это не суть важна. Предлагаю вам взять такую эстафету. На самом деле, я считаю, что в жизни очень важно быть хорошим примером для кого-то. Мы не всегда имеем возможность совершать хорошие поступки. Но когда есть такая возможность, почему бы и нет. И, наверное, многие напишут, что вот она опять похвасталась тем, какая она хорошая и классная. Да, действительно, я опять похвасталась. Ничего не могу с собой сделать. Я очень люблю хвастаться вещами. В особенности, если я этими вещами действительно горжусь. И им радуюсь. И, в общем-то, об этом мой канал в том числе. И мы блогеры такие люди, да. Что мы рассказываем обо всем на свете. Желаю всем хорошего настроения. Желаю всем удачи. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скорцова. Всем пока-пока.